Ребят, очень много комментариев, когда большие сёстры, когда беременный папа, когда супермама, кто-то по сей день сходит с ума пишет, когда пацанки. Вот это вот бесконечное когда-когда-когда-когда-когда-когда-когда-когда. Я уже просто не могу. Ребят, научитесь ждать, пожалуйста. Именно поэтому, специально для вас, мы смотрим сегодня «Ждули». Это старый сезон, это не новый сезон. Но почему этот проект? Вы не можете неделю подождать выпуска. Девушки ждут там по пять лет. Иногда по десять, иногда по двенадцать, я не знаю, сроки разные. Сейчас посмотрим, надеюсь, как-то станет полегче и сможете дождаться всё-таки беременного папу и так далее. Ладно, уже в детском саду как будто. Вставка, Дим. Даже разговаривать не хочу. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет, мы на канале Женёк. И с вами опрятный, красивый, потрясающий, с огромным, возможно, даже завышенным ЧСВ Педро. Секунду. Ускоришь, Дима, напоминал про систему штрафов. Ты сейчас шутишь, ускоряешь меня, а потом зарплата придёт уже на четыре доллара меньше. Ребятки, приветствую вас всех, очень рад видеть. Надеюсь, рады видеть меня. Действительно, пришёл с барбершопа, выгляжу хорошо, сам себе нравлюсь, а это уже победа. Мне уже в целом не нужны даже оценки, потому что, ну, достаточно просто посмотрел на себя и такой, ну, всё, погнали снимать, Женька. Женька сегодня как никогда, блин. Ну, ладно, всё, хватит. Минутка закончилась, да, вот этих вот самохваления. Мы смотрим с вами «Ждули». «Ждули» смотрим старый сезон, я в Телеграме объяснил. Там Ильдар снял уже беременна в 16, он снял там «Ждули». Что-то он там снимает, он в любом случае это выкладывать будет, аудитория сильно пересекается. Я не гонюсь за вот этим вот «О, вышло! Бахаем!» Но у меня был такой период, когда я свадьбы снимал, типа, они вышли, я через час уже сажусь снимать и заставляю потом на тот момент Ваню монтировать, чтобы уже вечером залить. Всё равно всё смотрят хорошо, я вперёд паровоза, никуда не бегу. Захотите посмотреть – посмотрите. Не захотите – не посмотрите. Поэтому сегодня вот так. Через месяц, наверное, гляну все новые серии и «Беременна в 16», и «Ждули». Короче, всё постепенно, ещё раз, третий или четвёртый раз я никуда не лечу. Всё супер у меня. Ссылочка на The Best Telegram Channel будет в описании под данным видеоматериалом. Переходите, подписывайтесь. И, конечно же, мерч. Ожидайте, коллекция будет у нас весной. Вещи будут потрясающие. И я даже против, чтобы вы называли это мерчем. Это вещи. Сейчас ещё, конечно же, есть и старая коллекция. Какие-то размеры там остались. Переходите по ссылочке, покупайте. Радуйте кого-то, если хотите сделать подарок. Ну, я всегда говорю, что лучше покупайте себе. И теперь включается перед просмотром ролика, конечно же, замечательный таймер. Он пока ещё не запустился, потому что вам нужно взять computer mouse and right hand or left hand. Поставить кнопочку «лики». Если смотрите с телефона, замечательный девайс у меня в руках. У вас, скорее всего, такой же, либо другой модели. Это не имеет никакого значения. Также прожимайте кнопочку «лики». Ну, а если смотрите меня со Smart TV, то для вас запускается таймер. Ребята, возьмите, пожалуйста, компьютерную, точнее, телевизионную правую руку. Вот так вот наведите. Оп. По типу моего вот кондиционера. И кнопочку прожмите. Если лень пульт брать в руки. Взяли телефон, через который подключились. И поставили кнопочку «лайка там». Да, это детсад. Да, кто-то устал. Да, кто-то проматывает, пропускает. Но мне всё равно. Мы будем обучаться тому, что труд должен вознаграждаться. Это нормально. И я в этом ничего плохого не вижу. Ну, плюс, конечно же, я ребёнок, который снимает реакции. Поэтому, чё, вот меня ещё ждали. Всем желаю приятного просмотра. Самых-самых-самых поздневных вибраций, добра, улыбок и т.д. С вами Евгений, конечно же, мать его Макаренко в нос его коленка. Ёпта, ребят. Понеслась, бля. Не угорайте, блин. Ребят, вы знаете, что я очень редко записываю что-то после того, как я уже снял. Но я очень рекомендую посмотреть. Особенно тем, кто не смотрел конкретно вот этот выпуск. Не переключайте. Просто смотрите дальше. Всё вас ждёт там, впереди. Кто смотрел, ну, посмотрите на мою реакцию. Вот так вот. Жду ли. Я Алёна Равкович. Мне 27 лет. И я жду ли. Алёна Равкович. Можно вот эти вот дырочки от укусов комаров. Или как-то заклеить, или заплаточку положить, да, какую-то интересную. Сейчас даже такое время, что мода на винтаж, мне кажется, реально. Найти какую-нибудь штучку прикольную, там, флаг какой-нибудь вот сюда вот прикрепить. И вообще будет здорово. В целом, может быть, такая и должна быть футболка. Знаете, там, у Джованши, помню, разрывали эти худи были модно порванные у Баленсиаги, там. Поэтому, ладно, лезть не буду. Просто в глаза бросил и решил поделиться. Всё, передача закончилась. Спасибо. Ты откуда? Я из Энгельса. Прикольно звучит. Энгельс. Есть кто-нибудь, кто из Энгельса? Напишите, пожалуйста. Энгельсы вы наши. Это вы, Резадима. А не подскажешься, а где 19-й дом? Наша сегодняшняя героиня – Алёна Равкович. Ей 27 лет. Живёт она в городе Энгельсе, Саратовской области. И работает водителем в службе такси. Алло, здравствуйте. Машинка подъехала, а ожидает около подъезда. Это что за служба такси такая? Типа, алло, Евгений, здравствуйте. Выходите, машинка уже внизу. Да, Лада стоит, серая. Отлично, заходите. Все клиенты разные. Не могу вас найти. У меня пробито лобовое. Вот, я около двери прям. Добро бывает не в трезвом состоянии. Машина – это мой кормилиц, потому что это ежедневные оплаты. Я знаю, что я смогу заработать. Быстрый ежедневный доход Алёне жизненно необходим. Я мать-одиночка, воспитываю двоих сыновей. Это от моего первого мужа. Старший – это Денис. Денис. Не Денис, а Денчик. Денчик, аккуратно, лучше пристегнись. На такой машине я бы пристегивался бы. Садись в воздуху, слушай. Младший – это Артем. Для меня, конечно, они самые любимые. Это самый, наверное, смысл моей жизни. Давай, кушай. Кушай, моя девочка. С отцом мальчиков Алёна познакомилась 9 лет назад в соцсетях. Через год родился Денис. После этого пара официально зарегистрировала брак. Ещё через 3 года у них родился Артём. Мы, конечно, жили очень бедно. До такой степени бедно, что нам приходилось, наверное, один окорочок делить, то есть на 2-3 дня. Я сразу вспоминаю вам, я как-то в чате в Тае, когда был относительно недавно, скинул своё какое-то блюдо. И у меня кто-то там из комментариев скинул, как он ест просто вот такого вот краба на завтрак. Да нет, жизнь ни капли, ни контрастная. Все живут одинаково примерно. По поддержке нету моего мужа. Ну, ничто не интересует, что рядом вокруг происходит. Только он встретился с друзьями, то есть вот это алкоголь, алкоголь, алкоголь. И человек был очень агрессивный. То есть были моменты, когда он и поднимал руку на меня. Ой, как маму любите. Все, мы по ноге падаем. Я подала на развод. С бывшим мужем Алена прожила почти 5 лет. Официально они развелись 3 года назад. Бывший муж с детьми не общается. С Аленой тоже, но алименты платят. Алена не... Типа 3 тысячи или 5. Сколько лет была одна, и отношения не заводила сознательно. Да, вот если там такое чучело живёт, которая вообще даже ни с кем не общается, вот какая у него может быть зарплата, какие там алименты. Реально вот на тот же окорок, дай бог, хватит и всё, и супер. Моё сердце было, конечно, закрыто для всех мужчин, потому что я уже понимала, что ты мать-одиночка с двумя детьми. Тяжело найти того человека, который тебя примет. Всё изменил один телефонный звонок с неизвестного номера. Алло. Такой вежливый голос. Здравствуйте. Алена, можно с вами познакомиться? Игра — это кто? Я не понимаю, где они живут, блядь? Такси. Алло, да здравствуйте, я подъехала. Кто-то решил познакомиться, прозвонит по телефону. Алло, да здравствуйте, Алёна, можно познакомиться? Это что такое? Это Андрей. Думаю. Угу. Какой Андрей? Он говорит, ну вы меня не знаете. Мне ваш номер телефона дал парень. Я говорю, какой? О, был бы моя девушка, я бы хотел, чтобы со мной знакомились именно так. Кто-то дал мой номер кому-то, и этот кто-то звонит мне и знакомится. Потрясающе. Сижу вот дома, фильм смотрю, звонит Андрей. Так ещё из зоны. Сказка? Ладно, это мечты. Фу-фу-фу. Твой парень. Он говорит, ну это пока секрет. Он говорит, Алёна, только я хочу сразу сообщить тебе. Он говорит, я отбываю наказание. Как оказалось, номер Андрею дал сокамерник, муж близкой подруги Алёны. Он знал, что девушка одна и решил устроить её личную жизнь. Я говорю, нет, Андрюш, я... Блядь, ещё и сокамерник дал. Как это работает? Я говорю, я не хочу. Он говорит, я тебя не заставляю замуж выходить. Он говорит, давай просто пообщаемся. Он говорит, а там ты сама суди, может, всё-таки что-то ты захочешь. Прежде чем что-то ответить Андрею, Алёна решила... Нарезать колбасу. Верное решение, Алёна, верное. Советоваться с близкими. Ей стало страшно даже просто начинать общаться, тем более с заключённым. Мне нравится, типа, ей страшно начинать общаться. Ну, значит, как бы это равно, что желания особо-то и нет. Алёна, можно просто заблокировать и не общаться, и жить дальше. Как тебе идея? Алёна пошла спрашивать у родных и близких. Как же они отреагируют на то, что ей звонит какой-то зэк, которому, в свою очередь, дал телефон другой зэк. Так ещё и друг мужа-алкоголика, который поднимал на неё руку. Это фантастический мир. Я очень рад, что я в нём живу. Это круто. Я бы хотел, чтобы у меня было такое окружение, но пока не могу. Пока не нашёл. Называть меня Андрей. 29 лет. Андрей. Ну, Андрей. Выглядит хорошо, молодо. На 29 он точно выглядит. Ни в коем случае не на 42. Но я думаю, что здесь, наверное, фишка в том, что молодит прическа сильно. Вот этот вот треугольник, штора. Называть это можно как угодно. Кому как удобно даже, давайте так. Возможно, из-за прически и то, что вот здесь нет никакого волосяного покрова, это прям вот сразу минус там 5-10 лет. Андрей Даровских отбывает наказание в колонии строгого режима в Энгельсе, родном городе Алёны. Я там просто тюль на лбу на пол лба. Это третий раз уже я отбываю срок наказания. Андрей род... Андрюх, и, возможно, не последний. Не дай бог, конечно, но это так, просто догадки. Дом из Ульяновска. Воспитывался в детском доме. Когда у меня родители умерли, у меня 6 лет мне было. Я сам по себе жил. Ну, естественно, я по хорошей линии пошел. Первый срок Андрей получил в 14 лет. За кражу из магазина. Вышел через год и снова сел. Второй срок за... В этот раз он получил 10 лет. Вышел на свободу, когда ему было 25. Год пробыл на свободе. Сейчас у Андрея третий срок. Он снова ограбил магазин, угрожая продавцу оружия. Ему дали 6 лет. Отбывать ему осталось год и 8 месяцев. Просто три раза подряд. Три раза подряд. Ну, как вообще возможно таким людям доверять? Понятно, что в каком-то идеальном мире мы все должны быть такие, знаете, проработанные, спокойные. Сказать, типа, ну, у человека всегда должен быть четвертый шанс. Но это какой-то просто пи***ц, мне кажется. Детей нет. Был женат наш дули Ольги. Они познакомились на свободе. Вскоре Андрея снова посадили. Они поженились в тюрьме. Там и прошла вся их недолгая семейная жизнь. Она уже с другим начала встречаться, забеременела. Мы развелись. Оля и Андрей развелись, пока он отбывал второй срок. Зависитилование, кстати, второй срок был. Да. С Аленой я познакомился здесь. Мальчишка мне знакомый. Он дал номер. Ну, я сходил на МТС. Позвонил один раз. Куда ты пошел? Да, я на МТС ходил вчера. Прежде чем начинать отношения с заключенным, Алена звонит маме за советом. Ма... Я зевнул. А вы? А ты где? Вот в этой доме. С завода? Да. Ты сейчас домой? Дома. Но рассказать о новом знакомом Алена так и не решилась. Отношения с матерью у нее напряженные. С детства, конечно, у меня было очень тяжелое, могу сказать. Я воспитывалась, как сказать, сама по себе. Мама воспитывала меня одна. И она это все время практически находилась на работе. Откуда у вас кадры, когда она была молодая? Я не понимаю, откуда берут телеканал Юит эти кадры все? Вот так во многих передачах вы заметили? И вот это вот, когда Андрей звонил впервые. Вот это вот, алло, здравствуйте, можно с вами пообщаться. Вот как они тоже вот это заранее прям все сняли? Откуда они знали, что он будет звонить? Херить, это такой подход профессиональный. В 14 лет, то есть у нас уже появился отчим. Отчим, ну, строгий был. Он меня вот бил, избивал, я в больнице лежала. Я... Я каждый раз это слушаю, как будто бы в первый. Появился отчим, избивал, да избивал так, что я в больнице лежала. Никаких проблем у мамы с головой, все в порядке, все хорошо. Ребята, пожалуйста, успокойтесь, все нормально, это жизнь. Знаю, что такое больно и уходила из дома, то есть бродяжничала. Я могла оставаться в подъезде ночевать, я могла остаться у незнакомых людей, то есть познакомиться чисто на улице, могла у них остаться ночевать. То есть я не боялась ничего, что со мной может что-то произойти, что со мной могли там меня убить или еще что. То есть я не боялась, только-только чтобы, только не домой. Именно поэтому маме Алена так ни в чем и не призналась, хотя очень хотела. Но чтобы получить совет хотя бы от кого-то, Алена решила рассказать о своей ситуации на форуме Ждуль и дождаться, что ей скажут женщины с таким же опытом. Девчата, всем привет, познакомилась с мужчиной, который... Это моя любимая рубрика, писать в сообщество Ждуль и задавать вопрос, типа, это норм, не норм, как думаете? И вот рассказывать эту историю, которая абсолютно у всех идентичная. Интересно, что же ответят девчонки в сообществе Ждуль? ...продбывает наказание. Если у меня есть какой-либо вопрос, и я не могу на него найти ответ и спросить совета у ближайших родственников, подруг, то у меня есть соцсеть, есть группа. Я не одна такая в России. Существуют целые сообщества и форумы для тех, кто ждет возлюбленных из мест лишения свободы. Там не 5, не 15, не 100, да? Там тысячи, действительно тысячи людей, где мы все общаемся, кто кого ждет, сколько кому осталось. Помогите советам. Что мне делать? Помогаем. Первый ответ. Смотрим. Такие вопросы я могу задать именно в этом форуме, именно в этой группе, так как люди знакомы с тюрьмой. Я же не пойду, например, на улицу любого прохожего спросить, так как он не знает, что это такое. У Ждуль обычно похожие истории. Познакомились по переписке в соцсетях. Или позвонил. Ошибся номером. Писал красивые письма. Полюбила. Готова ждать. Правда, пишут на форумах и о том, что Ждуль у заключенного может быть много. Узнала, что я такая не одна. Я ему передачу возил, а он еще с тремя общался. Передачи, типа там, пусть говорят, вот эти вот все на кассетах. Полюбила. Ездила к нему на зону. А оказалось, он женат. Сходятся посетители форумов в одном. Обманщики есть и на воле. Так же, как и на зоне мужчины, которые действительно хотят отношений. Посидев пару дней в сообществах Ждуль. Я вообще, я не понимаю, зачем задавать вопрос сообщества Ждуль по поводу того, надо ли мне быть Ждуль или нет. Это вот, я не знаю. Передо мной появилась пачка сигарет. Мне 17 лет. Впервые она появилась. Я такой, хм, интересно. Найду какую-нибудь группу и спрошу. Находишь группу. Сиги это кайф, называется так вконтакте. Или кайфарики. Или табакмены. Табакмены. И спрашиваешь, ребята, передо мной пачка парламента лежит. Что думать, попробовать? Там 99% людей напишут. Конечно, чувак, это реальная маза. Попробуй затянуться сишка за сишкой. И так просто дальше, 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 дальше. Топи до талого, братика. И каких-нибудь два человека напишут. Типа, уже давно курю. Блин, ну, конечно, такая себе привычка. Вот, блин, кашлять начал. Я сейчас такую х** не успорол. Ну, вы поняли. Просто вот сама суть. Спрашивать. Ай, все, не хочу. Это по шестому кругу я не могу. Алена все же решилась принять ухаживание Андрея, несмотря на то, что он заключенный. И насильник. Ничего страшного. Или, конечно... Это в прошлом. Страшные сомнения, но... Не знаю, я считала, что это вот... Все нормально будет. То есть, и по голосу, то есть, он нормальный. Мы начали действительно просто общаться. Андрей и Алена начали переписываться. Потом приняли решение, что они пара. Вместе они почти полгода. Ну, как сказать, Алена, она добрая, что она вот так вот относится. Привет, моя Аленка. Благодаря тебе у меня появилась надежда на новую жизнь. И на брата Иванку. Аленка Иванка. Как хорошо, что ты у меня... Ребят, ну я пока вхожу еще, чего-то уже. Я пересмотрел свою жизнь. Ну, не знаю, ну, как вам сказать. Ну, чувства у меня к ней. Ну, просто это не объяснить. Ты самая прекрасная, самая хорошая моя, милая. Общаясь с человеком из мест лишения свободы, никогда не знаешь, кто именно тебе пишет. Ну, некоторые, да, мальчишки общаются. Андрей, пересмотревший свою жизнь, пишет. Все логично, все нормально. Я с девочками, да, заочницами. И, как правило, есть на зоне человек, который сам все пишет. То есть, ну, оплачиваешь, там, то сигареты, то чай. И парни пишут. Но Алена верит. Все письма ей написал именно Андрей. Так, пишет мне. Может, в такой степени красиво написано. Да, это каллиграфия. Прикольно выглядит. Действительно, когда читаешь, мурашки похожи. То же самое сейчас испытал. Да, это факт. Солнышко. Были мурашки у вас? Знаете, что делать, ребят? Просто дать в комментариях, знать мне. Мое. С первых строк своего небольшого письма хочу узнать, как мои любимые детишки. У него первое. Как дети. Вы ели. Любимая моя Лёля. Меня раздирает изнутри одна только мысль о том, как тебе тяжело тянуть детей. Одной нести все это на своих хрупких плечах. Андрей – это тот единственный человек, который действительно меня понимает, очень переживает за меня. Он говорит, я понимаю, что ты с двумя детьми, что тебе тяжело. Все будет хорошо. Я считаю, что это настоящий мужчина. Может поддержать в любой ситуации. Целует тебя нежно и очень крепко в твои алые губки. Чмок, чмок, люблю тебя. Очень, конечно, приятно. Окончательно Алена растаяла, когда Андрей начал регулярно звонить из тюрьмы. Там просто какие-то мемуары. Вы видели вообще, сколько там записок? Алло. Он, когда звонит, я чувствую себя... Там у него колпак на голове. Ты просто... Себя снимай. Как я показал вам колпак? Понравилось вам? Я иногда даже сам не знаю, что у меня в голове, поэтому не задавайте даже вопросов мне. Это девочка эта. Привет, моя радость. Любая женщина мечтает о заботе, ласке и теплых словах. Заключенные умеют эти чувства и ощущения дарить. Поэтому ждули так легко влюбляются. Ну, ты меня любишь? Очень сильно. А как? Сильно, сильно, сильно. А еще как? Радость. Мне все-таки хотелось тепло, ласки. И я влюбилась в него. То есть у меня прям бабочки внутри, действительно. Люблю тебя, скучаю безумно. Быстрее бы ты уже был бы здесь рядом. Я сам хочу, чтобы быстрее уже отсюда освободиться. Быть рядом с вами. Немножечко осталось. Год и восемь. С каждым днем все меньше и меньше. Ну, слушайте, это как минимум не десять, или сколько там было, пять в прошлом выпуске, который мы смотрели? Пять лет. Ты каждый день считаешь? Каждый день считаю. Ну, ты моя радость. Повешайте трубочку. Ну, все, давай, пока. Повешайте трубочку, ребята. Ну, давай, люблю тебя с собой. Он, когда звонит, то есть он говорит, я хочу с детьми пообщаться. То есть у меня Артем там с ним прям вообще там папа, 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 папа. Дениса там с ним тоже как-то там смеется, играется. Очень скоро Андрей предложил перевести отношения на новый уровень. Уже спустя, наверное, два... Мне даже интересно, какой. По месяцу он мне говорит, Ален, приезжай ко мне на длительное свидание. Говорит, у меня для тебя здесь сюрприз. Я говорю, а как мне дадут длительное свидание, если мы с тобой не расписаны? Он говорит, ну, приедешь, узнаешь. Андрею удалось договориться с начальником колонии, несмотря на то, что по правилам длительное свидание положено только официально женатым парам. Ну, молодцы, взяли, просто спалили вот этого вот начальника колонии. Взяли, подставили просто чувака. Это же сейчас все увидят, и все дойдет до верхов. Больше никто не сможет приглашать своих ждуль, с которыми у них официально нет брака. Молодцы, ребята, просто похерили. Ой, все. Длятся такие встречи трое суток и проходят в отдельных комнатах, похожих на общежитие. Я беру детей, беру сумки, то, что нам только там покушать. И меня спокойно пропустили. Думаю, ну как так вообще, могли пропустить? И Андрей в этот момент сидит, просто, ну, ждет чего-то. Неизвестно чего, догадки у каждого свои в голове. И тут она заваливается с детьми, и он такой, о, супер. Как и хотел, трое суток с детьми. Отлично. Я знаю, что это не положено. Я не успела зайти в комнаты, и он мне сразу это... Сразу это, ну... Ну вы поняли, блин. Выходи за меня замуж. Я думаю, я таких слов вообще в жизни никогда не слышала. Потому что первым, что я сама, то есть, давай поженимся, давай поженимся. А здесь за 28 лет мне предложили выйти замуж. Еще и в колонии. Ну, я вот растаяла. Я сразу, я да. Я говорю, я согласна. То есть я даже ничего не думала, да мне было все равно. Я у него потом интересуюсь. Я говорю, а как вообще я здесь прошла? Ну, я начальнику сказала, что вот я хочу сделать себе предложение. Но предложение я не хочу делать по телефону, потому что все-таки хочется красиво. И начальник то есть это разрешил. Мы подали заявление в ЗАГС. Нам назначили дату свадьбы. Алена согласилась выйти замуж за Андрея. Так как сидеть ему осталось год и 8 месяцев, поженятся они в тюрьме. Так делают многие ждули, чтобы получить право на длительное свидание. Свадьбу мы сыграем на зоне. Потрясающе. Зовите меня тоже. Я там тамаду и буду. Реалити ждули впервые попробуют понять женщин, которые решили связать судьбу с заключенными. Их осуждают. Их презирают. Часто они изгои. Но в России их сотни тысяч. И у каждой ждули своя история. Я была замужем, но я не чувствовала себя настоящей невестой. Так как невеста, я считаю, это девушка в белом платье. На зоне. Так, продолжай, не останавливайся. Белые туфельки, белые фата. И когда мне Андрей... Фата, правильно. ...сделал все-таки предложение. Мы с ним долго общались на свидании. И он мне сказал, что это... Он все это сделает для того, чтобы я почувствовала себя настоящей невестой. И для меня это очень важно. Это все-таки выйти замуж. Чтобы это была достойная красивая свадьба. Поэтому сегодня... Она это все серьезно говорит? Я не понимаю. Для меня вот это важно, чтобы была достойная красивая свадьба. Учитывая, что это будет все происходить на зоне. Без гостей, без родителей. Никого не будет рядом. Просто ты и Андрей. Вот просто вот с этим вот своим пледом нахуй на лбу. Все. Вот такая свадьба. Вот это, блин, реально достойно, ребята, уже звучит. Алена примеряет свадебное платье. О, ну просто принцесса. Ну и оперный нахрен, ребята. Ладно, все, забирай все свои слова обратно. Это будет шедеврально. Просто шикарно. Это такое красивое платье. Мне еще больше захотелось выйти замуж. Очутить тот день, когда я к нему... Надеюсь, замуж за француза, за француза, за француза. Сейчас все, кто не смотрел, немножко разогнены, думаю, что за дебил сидит. Поеду и скажу да. Так, а фата есть такой... Фата, сто раз уже говорил. Да, фата есть. А вы, вот рукавчики, все-таки погода такая. Вы где будете вообще расписываться от меня? В камере, нормально, там тепло и кондиционеры вроде даже есть. Там тепло будет. Где там? В ресторане где-то? Да, ресторан. Мангал называется. Хороший ресторан, там и шашлык, и овощи всякие, и фруктовые изделия. Нет, это колония. Это колония строгого режима. А что смешного? Это, мне кажется, как минимум неуважительно со стороны селера. Извините, ты, потому что в Америке жил, привык. Консультанта, продавца, как хотите называйте. Не знаю, как у вас здесь называется в России. Вот это так смеяться, колония, а что смешного? Сообщение пришло. Итак, ребята, в сегодняшнем ролике показываю, как проходит процесс создания обложек. Я отправляю три фотографии. Фотография Калиба. Фотография Темми. И моя фотография. Плюс я даю техническое задание. Слушаем. Как видите, я пометил то, что это очень важно, чтобы было именно в палате. Далее я пишу капсом. На волоске от смерти. Дабы завлечь зрителей, чтобы они такие, на каком это волоске от смерти? Ну-ка, блин, нажму. И вот вы в этот момент нажимаете. И на выходе мы получаем вот такую красивую картину. Далее я в творческой студии уже выбираю значок для видео. Накладываю вот эту вот картинку. И вы тыкайте и смотрите. Все, ребят. Все секреты блогеров я буду раскрывать периодически в каждом ролике. Чтобы каждый из вас имел возможность взять и начать действовать прямо сейчас. Я конкуренции не боюсь, я только рад. Если будут появляться новые участники. Поэтому там тепло. Нет, я не боюсь. Я сегодня, сейчас маленькое еще отступление. Сегодня встретил чела в торговом центре, покупал кофе. После того, как постригся, он ко мне подходит. Говорит, женек, привет, можно сфоткаться, все такое. Я такой, да, конечно. Такой прикольный, высокий парень. Он такой, я, кстати, после тебя тоже начал усы отращивать. Это очень круто. Я такой, спасибо. У него хорошие усы, приятные. Ребят, давайте уже, ну, убирайте эти бороды. Ну, неинтересно. Ну, это все. Ну, у всех борода. Это у тебя есть борода, я скажу тебе, да, ну, что насмотрелись джиганов Тимати, все. Надо что-то новенькое, что-то интересное, что-то из ряда вон выходящее, чтобы люди вопросы задавали. Если люди задают вопросы и как-то противятся, значит, вы точно в цель попали. Понимаете, в чем прикол? Вот если мне пишут, фу, у тебя сережка, это ужасно. Я такой, да, значит, я попал на другую уровень, к другим людям, к открытым. Понимаете? Это так работает. Надеюсь, вы поймете когда-то. Уждение. Ну, я просто, а как вы туда пойдете, платье? Для обычных людей, я считаю, что это какой-то шок, может быть. Но я необычная. Понимаете, вас туда пустят вообще в платье? Пустят, пустят, я буду единственной, кстати, кто там женится в свадебном платье, потому что все оставшиеся выходят только в джинсах и в свитере. А здесь я в таком шикарном платье, я королева, иду к своему любимому. Когда есть, присутствует любовь, да, в отношении, сняться нечего вообще. И любовь нужно, наоборот, показывать, что не только здесь есть любовь, да, на свободе, любовь есть и там. Вы давно знаете друг друга? Да, мы знаем друг друга пять месяцев. Понятно. За пять месяцев у влюбленных было всего одно длительное свидание, на котором и прозвучало предложение пожениться. Всего таких свиданий заключенному колонии строгого режима положено три в год. Когда ты видишь человека каждый день... То есть, по моим расчетам, девять свиданий, девять ночей в году. Неплохо, неплохо. День, да, это одно, то есть ты уже привыкаешь, а здесь, получается, у вас свидание раз в четыре месяца. Раз в семестр, в триместр, ну вы поняли. Сегодня заключенный и ждуля встретятся во второй раз. Правда, на короткое свидание, так как они еще не женаты. Такие встречи длятся до трех часов и проходят под наблюдением сотрудника колонии. Так как у нас происходит сейчас встреча с осужденным, должно быть присутствие сотрудника. Начальника отряда, который приводит осужденного. Таких свиданий в году тоже три. Но сегодняшнее Андрею дали как поощрение. Привет. Как тут? Нормально. С вас. Андрей приложил немало усилий, чтобы снова встретиться с Аленой. А как у вас сейчас свиданка получилась? У нас же только через месяц положено свидание. У нас был здесь КВН, ну и я участвовал в нем. КВН? Ты участвовал? Да ладно. Ничего. Ну, поощрение вот дополняет, дополняет. Да не, и она имеет в виду, какие шутки-то были, как ты выиграл. Про это расскажи. Несильное свидание дали. Ну это очень хорошо, то, что поощрительное. За примерное поведение можно заработать дополнительные свидания или единицы. Они нужны, чтобы звонить из тюрьмы. Я не мог тебе позвонить. Ну, у меня единицы не было на карточке. Вот зарплата была, купил единицы. Вот тебе звонил. Они прямо здесь в занятии единицы продаются? Да, в магазине продаются. А вот так, у тебя вот есть счет, чтобы я, например, могла тебе со свободы положить на твой лицевой? Да. Ну, не положить на лицевой, а купить единицы, если быть точным. Да, можешь, да. Также купить эти единицы. Во, наконец-то корректно, да. Ну, раз в неделю я тебе могу, это ложишь, если у тебя нет, если зарплаты. Нету единицы, она имеет в виду так, ну. Ну, зачем? Я здесь покупаю. Лучше на детей что-нибудь потратить, на шоколадку кому-нибудь. Ну, это, блин, ладно, это меня растрогало. Мило. Ни разу этот человек не попросил ни передачи, ни на телефон ему положить единицу. Было большое-большое такое удивление, когда прозвонил Андрей и говорит, Ален, а мне нужны твои реквизиты банковские. Я говорю, а зачем? Ну, вот я хочу тебе зарплату туда перечислить свою. Большая часть заключенных трудоустроены в тюрьмах и выполняют оплачиваемую работу. Я скучаю. Ну, я тоже скучаю. Ну, старший глазок. Спать хочешь? Нет. Честенький бритый. Я выспался. Бритый? На свободе вон небритые есть. Нет, здесь все бреются. Да нет. Дети вспоминают. Че там, Дениска, Артемка? Ничего, я вчера уже ложись спать, а то он говорит, мамка, да, к папе? Я говорю, скоро. Как же Андрею некомфортно разговаривать, когда есть рядом камеры, сзади вот этот вот надзиратель? Скоро. Следующий месяц прийти. Угу. Он, естественно, хочет построить семью. Он сказал, что отец не тот, кто задел, а тот, кто воспитал. Надо быстрее домой освобождаться. Ничего. И так сколько уже здесь посвятил. Теперь надо семья, дом. И пару грабежей. Желательно, чтобы не спалили. Ну, я все усилия приложу. Чтобы у нас была нормальная семья, годополучная. Как правило, у тебя вообще ужас. Ну, на малолетке все дело делал. Это вообще ужас. Просто ужас. Ну, потихоньку. И одна нормальная работа. И так тебе проблемы будут. А это еще... Ну, потихоньку сведел. Я считаю, что у этого человека я крыло свое. Да, там как раз недорого сводить. Пять тысяч сеансов примерно. Я думаю, что даже больше. Сведете точно. Вот да как. И подруга. И жена. Все вместе. Алена надеется, что там татуха как раз малая. Вопрос недели, я думаю, и все сведется. Что с Андреем она сможет наконец-то быть счастлива. Алена уверена, ничто не может помешать их с Андреем счастью. Единственное, что расстраивает Ждулю, свадьбу придется играть в тюрьме, а не на воле. Этими переживаниями Алена хотела поделиться с мамой, но разговор не задался. Поэтому она решила посоветоваться с подругой. Саша, это моя лучшая подруга. Подруга детства. Я очень ее ценю. И мы пережили это и слезы, и радость. В детстве, конечно, когда я вела, конечно, бродяжничество, она за меня отдувалась и в школе, и в училище. Мне нравится формулировка. Что ты делала? Я вела бродяжничество. И от родителей. Как будто это какой-то предмет. Вы не верю. Чего у тебя по бродяжничеству? Четверка. У меня пятерка. Автоматом причем. Получала. Если у меня что-то случается, я в первую очередь звоню Саше. Давно я тебя, конечно, не видел. Вранье. Сначала позвонила маме, но разговор не задался. Поэтому уже бан минус балл. Она больше для меня, чем подруга. Она для меня как сестра уже стала. Саше 27, так же, как и Алене. Она не замужем и тоже воспитывает сына одна. Мне, конечно, очень... Она не замужем, она не замужем теперь. Просто какой-то сошедший с ума сегодня. Простите. Много новостей. Я надеюсь, приятных новостей. Ну, конечно, каких еще? Ну, с моей стороны, конечно, они будут приятные. С твоей стороны, я думаю, не очень. Потому что, зная твой характер, она очень строгая. Она очень правильная. Она не делает поспешных выводов, не подумав об этом. Ну? Я познакомилась с парнем. Андрей зовут. Ну, он мне сделал предложение. Что? Я желаю ей только добра. И хочу, чтобы она наладила свою жизнь. И начала жить нормальной семьей. Где ее уважают, ценят и любят, самое главное. Невестой, конечно, быть это хорошо. Это приятно. Но кто? Кто сделал тебе это черного предложение? Ты самая близкая моя подруга. Самый близкий человек, от которого все-таки поддержка мне была бы необходима. Он отбывает в тюрьме. Ты серьезно? Я даже вообще, в смысле, я просто не могу представить. Это бред. Ален, ты вообще слышишь, что ты говоришь? Я вижу, я чувствую, что у меня есть сомнения по поводу него. Человек лишенный свободы. Но он не лишен же чувств. Ему также хочется это любить. Это знать, что у него есть семья. Не кажется, согласится взять женщину с двумя десятью. А здесь, понимаешь, Андрей, он мне сам говорил, что он хочет этой семьей. Что дети для него, это очень... Мне нравится, как все ждули, как одна воспринимает все слова строго, всерьез. И плохой стороны в этом вообще существовать даже не может. Типа, это все точно так. Хорошо. Ален, ну просто понимаешь, можно быть и такое, что человек сидит. Ему нужно внимание. Может быть такое? Я думаю, что это просто в 100% случаев, в 99% случаев происходит. Ему нужна просто девушка, которая будет ему там дарить свою любовь. Чел смотрит каждый день в стену на протяжении, там, не знаю, трех, пяти, восьми лет. Вот так вот. Просто каждый день. Кто-то читает, кто-то отжимается. Но тем не менее, все равно стена всегда перед ним. А тут появляется человек, который такой, я тебя люблю там. Да, ты у меня самый лучший. Ну, конечно, блять, он будет переписываться и обещать тебе все абсолютно, все подряд. Ой, ласк. Ладно, я не знаю, зачем я все это... Самое банальное, что я мог сказать, я только что сказал. Я не знаю, нежности слышать. Они же нежности не слышат, когда сидят. Соответственно, может быть, ты для него именно такой временный вариант, именно для того, чтобы утешить себя, пока он сидит. И сколько ему еще сидеть? Ему сидеть еще год и восемь. Я просто не понимаю. Я никогда с этим не сталкивалась и не хотел бы с этим столкнуться, что придется ждать человека, именно сидевшего. Мне кажется... Не, ну если это Джейсон Стэдхэм, который сел за какое-то экономическое преступление, чисто случайно, да, то... Да можно и подождать в целом. Даже и 5 и 10 лет можно подождать. Но Андрея не надо, наверное. Я бы на такое была бы не готова. Ты серьезно? Ты собираешься два года своей жизни потратить? Не, ну вы подождали бы Джейсона Стэдхэма? Вот так получилось, что присел за что? Давайте так, подставили его. Прямо вот точно всем понятно, что подставили. И вот он сидит, ему еще 3,5 года, и он начинает вам писать. Вы встречаетесь где-то там в Калифорнии. Трехдневные свидания вот эти. Ну, ну ждали же бы. Ну, конечно, ждали, ребят. Можете не отвечать. Если честно, я и так все знаю. Тратить просто впустую? Ну почему? Реально, вот оценивай ситуацию. Ну я же от этого ничего не потеряю. Да, время же это... Такой ресурс не особо ценный. Точно ничего не потеряешь, все нормально. Теряешь? Два года? Ты считаешь, это стоит этого? Свадьбу ты собираешься играть после того, как он выйдет? Нет, мы хотим там зарегистрировать брак, в тюрьме. Ты считаешь, это круто? Выйти замуж в тюрьме? Ты вот... Ну как минимум, это необычно. Представляешь, вот реально, ты пришла в тюрьму, там одели вам кольца, вот это все, то есть ты мероприятие это существует... Ты выходишь оттуда, одна! Ты выходишь без мужа! Твой муж остается там! Чего это хорошего? Ну понимаешь, это положительно будет складываться даже на свидание. Ты сама прекрасно понимаешь, что попасть на длительное свидание... Она спрашивает, что это хорошего вообще в целом, вот в нашем мире? Она такая, ну как, ты что, не понимаешь? Это значит свидание будет больше в тюрьме. Отличный ответ. Я думаю, подруга точно поймет и такая... А-а-а! Ну блин, если свидание можно участить будет, то конечно играйте. Не дают только официальным женам. В смысле, это просто смена фамилии для того, чтобы ездить на длительной свиданке? Да. Ты реально считаешь, что... Я влюбилась в него, понимаешь? Естественно, я влюбилась. Я чувствую такое тепло по отношению к себе. Он очень добрый, заботливый. И ты считаешь, что это подарок судьбы тебе? Ты уголов... С уголовной ответственностью человек, который привлекался, который сидит. Его подставили, это все вранье. Я не удивлюсь, если он еще до этого сидел когда-то. Два раза. Каждый имеет право на ошибку. Эти места в любом случае ломают психику человеку. От него можно ожидать все, что хочешь. Ну почему это должен быть заключенный именно? А вдруг он действительно тот человек, который не похож на таких зэков, которые могут обидеть, это могут предать. И на воле часто обманывают, часто делают больно людям. Почему именно, в смысле, опять тюрьма, опять ожидания. Свой мозг включи хотя бы раз. Тебе не хватило Эдика, который ты ждала? Чем все кончилось? Неожиданно в разговоре с близкой подругой зашла речь о первом муже Алены. Его зовут Эдуард. И оказывается, он тоже отбывал наказание в тюрьме за ограбление товарного склада. Это мой первый супруг Эдуард. Первый раз он взял на руки сына. Среди нас Дениска. С Эдуардом я познакомилась по переписке. Мне на тот момент было 18 лет. 18,5 лет. Познакомились в одноклассниках. Переписывались с ним. Потом выяснилось, что он у меня отбывает наказание. За кражу колонии общего режима, город Тольятти. Это получается, ей было 18 лет, и она ждала чела из тюрьмы. Прошло 9 лет, она такая, подожду еще одного. Это супер. Отбывал он уже, наверное, года полтора. Оставалось примерно полгодика где-то вот так. Это первое письмо, когда я получила от первого супруга, от Эдуарда. Уважаю тебя и безумно люблю. Я в обиду тебя не дам никому. Этот чел потом, кстати, ее пи***л. Какой ужас. Написав эти строки, говорю сам себе. Спасибо, родная, что ты встретилась мне. Я его дождалась. Мы пошли, подали заявление в ЗАГС. Нас расписали. Нас даже колец не было, чтобы расписаться. Может, не было ничего, ни денег толком. Родила двое детей, два сына. Сначала спокойно, тихо. Потом у нас начались и ругачки, и драки были. То есть открывалось бешенство. И очень сильно. С бывшим мужем Алена прожила почти пять лет. Через год после знакомства родился Денис. Спустя три появился Артем. Но семейная жизнь закончилась. Стук в дверь. Полиция. Проходит опера. Проходит супруг в наручниках. И для меня, конечно, это был шок. А мне еще не говорят, что происходит. Из-за чего все это здесь. Полностью все перевернули в доме. Собака нюхает ребенка. Застали родить ребенка. То есть это был такой, конечно, страх. И оказалось, что Эдуарда поймали это на сбыть наркотиков. То есть она ждет чела. Он выходит. Хотя до этого в переписке и везде он был точно такой же, как текущий Андрей. Еще раз сразу дисклеймер. Сейчас будут супер банальные мысли. Просто чтобы я поставил это все по полочкам. В итоге этот идеальный Эдуард. Эдик, будем его называть. Приходит. Спустя какое-то время начинает ее бить. А потом снова уходит за решеточку. Почему? Потому что захотелось позбывать наркотики. Это супер. Это отличный план. В этом есть точно какое-то будущее. Спустя 9 лет есть плюс-минус такой же персонаж. Только который не первый раз сидит. А, блядь, третий. Третий раз. Все то же самое. Дай я попробую еще раз. То есть он продавал наркотики. Героин. В суде. Я вообще... Еще и героин. Супер. Стоял как копанная. Я смотрела просто в рот судья. И столько слушала, когда звучит приговор. И судья произносит 8 лет лишения свободы. От макушки до пяток все упало. И мне Эльдик кричит, Ален, прошу, не бросай меня. Я не выдержу. Я ему возила передачи. Я каждую копеечку я откладывала. Тут там помогут друзья. То есть я все складывала. Я все это возила на себе. И причем я еще ребенка на руках держу, чтобы даже передать ему. И он совершает новое преступление там. Он умудрился продавать наркотики там. А Эдик-то персонаж, знаете, не из легких. Интересный. Можно даже, наверное, знаете, есть вот этот наркоз про Эскобара. Можно... Ну, какое-то можете придумать название. Это конкретно будет про Эдика. Вот тогда я поняла, что все, что это конец. Человек все-таки выбрал ту жизнь, которая по ту сторону забора. Я с Эдуардом развелась. Он отбывает наказание в особом режиме. Город Тольятти. Ему присудили алименты. По исполнительному листу он оплачивает их. Сидеть Эдуарду Пьянкову еще семь лет. Брак ждули и заключенного распался. Алена осталась одна с двумя детьми. И пережить этот период ей помогла именно Саша. Тебе надо жизнь строить много иначе. Я уже не могу слушать эту Сашу. Просто такое ощущение, что, знаете, поставили какого-то бота, который одни и те же вопросы задает на потоке. Надо просто прекратить. В смысле? Я не понимаю, ты что, угораешь? Видите, мир вот этой тюрьмы. Что? В смысле, так сложно? Возвращение в прошлое ничего хорошего не приведет. Полностью на стороне подруги. Я с ума сошел просто того, что там просто то же самое абсолютно. Тут еще хуже. Ладно, не то же самое, а похоже. Тут еще хуже, и она такая. Тестим. Я же сколько, вот есть же моих знакомых, да, которые действительно тоже сидели. Но люди все разные, построили семью, и до сих пор живут вместе. Ален, у тебя уже есть семья, ты понимаешь, в первую очередь? У тебя есть дети, и ты. Но мне тяжело отмойть. Я понимаю, что тебе тяжело отмойть. Любой женщине нужно все-таки какая-то помощь. Но тебе помощь должна быть тут, а не там. Ну, смотри, итог того, что вот реально, если ты выходишь замуж за него, просто каждый раз, когда ты куда-то будешь обращаться, ты будешь везде, в смысле, в документах, то, что... Мне нравится, как она всегда вставляет в смысле. Вообще просто в любые конструкции. Какой муж сидит, вышел из тюрьмы, что он заключенный бывший. И типа, в смысле, это как? Это норм, по-твоему? И понимаешь то, что сейчас в наше время даже ипотеку просто тебе не дадут за то, что тебя... Вообще-то у сидевших ставка хорошая. 3,5%, если я не ошибаюсь, как в Европе. Но, по крайней мере, так было раньше. Муж сидит. Тем более портить детство своим детям. Ты вот реально, ты понимаешь, то, что если он будет отцом твоих детей, это просто, в смысле, это конец. В смысле? Реально? Но твоих детей не будет будущего. Немножко, конечно, огорчило. Я хотела больше поддержки, она меня утверждала в другом. Да, я в других ситуациях тебя постоянно поддерживаю, когда тебе морально было плохо. Но сейчас просто нет. Твоя жизнь должна меняться, она не должна останавливаться. Она мечтает о сказке. Выйти нормально замуж, надеть свадебное платье, потому что, мне кажется, это не та сказка. Начало сказки как-то должно по-другому начинаться. Как-то более сказочно в смысле. Есть над чем подумать это и думать я буду все-таки не 5, не 10, не день, не 2. А 6-7, 8. Так как до свадьбы... Я не знаю, зачем я это вставил, извините. Все очень долго. До свадьбы я приму решение. В смысле до свадьбы? Ты серьезно? Ты должна решить этот вопрос, пока ты не подала там заявление. Это должно решаться. Просто заявление мы уже подали. Понимаешь, сказать да и сказать нет, я могу буквально за 2-3 минуты до росписи. Ты серьезно? Ты считаешь, что ты можешь прийти... Пожалуйста, можно уже прекратить? Вот это вот ты серьезно и в смысле мне уже от этого плохо исчезло. В тюрьму и сказать о том, что я не выдаст тебя замуж, а надев свадебное платье. Ты реально, ты вообще несешь. Я чувствовала, меня вот не понимают, что я вот все-таки люблю этого человека, да, что я хочу с этим быть. Спасибо за уделенное время. Ну, я не знаю, я думаю, что это просто временная такая влюбленность, и пока это ничего серьезного нет, и я очень надеюсь, что... Она уже купила свадебное платье, в этом точно ничего серьезного нет. Ребенок называет Андрея папой, в этом точно ничего серьезного нет. Все нормально, все хорошо, все идет своим чередом. Пойду возьму попить, ребята. И не будет. Ну, вот и думай, Ален, пока ты не натворил глупости. Я взял воду, если что. Еще полторашечка. Красота. Разговор с лучшей подругой только прибавил Алене сомнений. И поэтому поддержку она ищет там, где ее точно поймут. Классика. Снова обращается за советом к сообществу Ждуль. Очень полюбил. Я просто глотал. Ты можешь, в принципе, просто скопировать предыдущее сообщение, отправить, там те же ответы будут, не парься. И уже он мне сделал предложение. Я хочу замуж. Предложение я. Там разные предложения, финансовые какие-то, там по земле, там по предприятиям, по разным. Фирму хотят сделать какую-то, ну, вы поняли. Но сомневаюсь, потому что брак у меня не первый, а он еще будет отбывать срок один год и восемь месяцев. Помогите. Мне нравится просто эта формулировка. Он уже сделал мне предложение, я. Советом. Что мне делать? Так. Читаем отзывы. Поехали. Багира пишет. Вот объясните мне, старой больной женщине, вот зачем замуж? По расписанию. Кроме как селин наживы и предложения не делать. Таких вопросов, я думаю, не задают. Странный комментарий вообще. А на воле, что без расписания я не пойму. Мужик тоже на свободе работает, а вечером по расписанию. Ой. А зачем вам замуж? Фату надеть, стол накрыть. Так а почему это не сделать, когда он выйдет? Алена хочет выйти замуж сейчас не только ради красивого платья. Официальная женитьба даст паре возможность видеться на длительных свиданиях. К чему спешка? Это... Почему именно роспись в тюрьме? Я бы задумалась, полюбили он. Я тоже хочу это знать. Классическая история, типа, она хотела услышать какое-то мнение. Мнение расходится с ееным мнением. И ей это не нравится. Все. Можно это просто не слушать. Чего замуж не в церкви? Ну, типа, надо тебе сильно с ним встречаться, если вот это поможет. Ну, значит, иди расписывайся. Я не понимаю, что ждать каких-то оценок? Все уж. Так как большинство заключенных обманут своих женщин. И они опираются на ту свою боль. И пытаются мне доказать, не стоит это обжигаться. Очень полюбила, оригинально. А кого? Кого? Вы вообще не знаете. Я очень, конечно, в шоке от ответов. На форумах тысячи историй обманутых ждуль. Сказал, что проиграл в карты. За ним долг. Попросил денег. Прислала. Он пропал. Сыграли свадьбу в тюрьме. И вышел досрочно. Не живем. Оказалось, использовал меня, чтобы передача таскала. Освободился. Работать не хочет. Сидит на шее и пьет. Дождалась его. Поселил. Вы же прикалываете, какой на самом деле процент того, что чел выйдет и станет просто абсолютно нормальным и начнет развиваться? Вообще, вот какой этот процент? 0,4? 0,04? У себя обчистил квартиру. Вот обчистил квартиру. Это вообще потрясающе звучит. Алена очень боится обмана. Но надеется, что ее история будет другой. Люди же не знают мои отношения с Андреем. Скоро у нашей героини новая встреча с возлюбленным. Нашей съемочной группе удалось договориться о внеочередном свидании, чтобы помочь Алене принять верное решение. Свидание. Прикалываете вообще, какой там Андрюха-суперзвезда? Типа все сидят, ждут этих свиданий, а тут то съемочная группа договорилась, то на КВН ему там дали какое-то призовое, дали встретиться. Все, наверное, такие, да блин. Как, знаете, типа в универе же есть вот эти чуваки, которые всегда получают автоматы. И другие смотрят такие, да за что у него автомат, тварь. И вот Андрюха так же. Ну медика, медика, так влияет, что поделаешь. Главная радость в жизни ждули. Поэтому к ним готовиться основательно. Готовить буду очень много. Всякого вкусного. Но мне отравится. Можно заключенным на передачу до 30 килограмм. 30 килограмм, то есть все, предел. А этот салат, это что такое? Это икра баклажанная. Передачу ждули и заключенные называют баулами. Баул можно передать и не дожидаясь свидания. Обычно в них продукты, одежда и сигареты. Главное, не больше 30 килограммов. А это у вас что такое? Перепелиный яйц. А нет, не нужно. Есть продукты, которые он очень редко вообще ел. Инор Азаш, которые вообще даже он не знает, как это выглядит. Был такой момент, когда он мне позвонил. Я говорю, что ты делаешь? Я говорю, кушаю. Он говорит, что ты кушаешь? Я говорю, ролла. Он говорит, что это такое? Я говорю, ну рис, говорю, обернутый в огурец, рыбой. Он говорит, это как рис, обернутый в огурец, рыбой. У него есть там рис, огурцы. Разрывная за разрывной, ребят. Не знаю, как вы там держитесь. Попробую сварить рисом, ну, о, Тёпку. Действительно, для нас это вот смешно всё, но... Мне не смешно, вообще не смеялся. Ну, конечно, это всё по-другому. Смотрю, красные яблоки, да, прям, как сейчас дерево. Это, знаете, груша скрещенная с яблоком. И это фрукты, конечно, ему присутствует, всё-таки там дефицит с этим. Я думаю, что понравится. Я думаю, тоже. Любимому покупаем. Спасибо. Ещё одна радость ждуль – письма от возлюбленных. Пока Алёна разбирала купленные на передачу продукты, принесли очередное письмо от Андрея. Я держала этот конверт, и я боялась. Возможно, там то, что меня расстроит. Я уже до такой степени настрадалась. В любой момент я ждала подвоха. Вот скоро будет суд, но условно досрочное. Даже не знаю, что и как там будет. Но надеюсь, что всё будет хорошо, и скоро мы будем вместе. УДО или условно досрочное освобождение – это возможность выйти до окончания срока. За чемпионство в КВ не, кстати, всем такое дают. Чтобы его получить, заключённому нужно доказать, что он встал на путь исправления, не нарушать правил колонии и ответственно относиться к работе. Подать на УДО можно раз в 6 месяцев. Решение принимает суд. Значит, его освободят быстрее. Да, это точно так и значит. Всё отлично. Мне становится до такой степени спокойно, как будто я груз какой-то скинула из себя. Алена готовится к свиданию с удвоенным рвением. Ведь если Андрей выйдет досрочно, они смогут сыграть свадьбу на воле, а не в тюрьме. На данный момент у меня просто всё хорошо. Иду, иду. Ну, скорее всего, очень много девушек смотрит вот этот ролик. У вас отличная квартира, у вас полноценная семья, парень, возможно, есть. Ну, короче, всё просто хорошо. Давайте будем честны. Очень много таких, я уверен. Ну, и вы всё равно, скорее всего, как и практически все мы, сидите иногда по вечерам, как-то там расстраиваетесь из-за чего-то, загоняетесь и так далее. О, Алена. У меня на данный момент всё хорошо. Или как она там сказала? Отлично. О воле, а не в тюрьме. На данный момент у меня просто всё хорошо. Просто всё хорошо. Вот и всё, ребят. Поэтому задумайтесь. У Аленки всё супер. Иду, иду. Привет. Привет. Чё, как дела? Нормально. Наталья моя лучшая подружка тоже. Это медук поругана мне и родственница является кумой. Не такая ты и подруга. Раз ты пошла к другой за советом, а про это слово не сказала. Пи-пи-ри-пи-пи-пи-пи. Чё делаешь? На свидание собралась. Вот это чёлка. Вот это мне уже нравится даже больше, чем у Алены. Я прям чувствую, да, когда тебе помогать надо? Да, ты прям чувствуешь. Я тебе сейчас дам доску. Как говорится, бабушки в животе, у неё глаза горят. Андрей прислал письмо. У нас в ближайшее время предстоит условно-срочное освобождение. Очень рада этому событию, поэтому всё в голове, конечно, всё крутится. А ты не боишься? Что именно? Ну, уходи за него замуж. Просто знаешь сама, как я с бывшим мужем жила. Наташа была замужем за человеком, который отсидел 10 лет за воровство и избыться. Там можно просто привести этой Алене уже 999 тысяч разных историй, где всё заканчивается плохо. Плюс у неё самой такая ситуация была. Это абсолютно уже неинтересно и неважно. Всё, она ждёт Андрея. Поэтому хоть у девяти подруг одна и та же история. Неважно. Алена слышит то, что ей хочется слышать. Всё. У меня был бывший муж, мы с ним познакомились. Он уже отсидел как год на свободе. И я влюбилась очень сильно. Семь лет прожили. Прожила на побоях. Он просто у меня таскал. Пускай так было. Ну, кстати, швырял. Я с ним разошлась. Очень тяжело. И у меня двое детей от него. А ты не думаешь, что с тобой хотят воспользоваться в данной ситуации? Ты имеешь в виду, что только за то, что получится условно, сошла с освобождением? Женитьба – один из главных аргументов в суде при попытке получить условно-досрочное… Просто все карты складываются. Думаешь, да? Я так не думаю, он другой. Освобождение. Если заключённый подал заявление, а тем более женился, ему гораздо проще убедить суд, что он стал на путь исправления. Иногда «Ждуль» использует как раз, чтобы выйти досрочно. Я понимаю, Наташа, что вы за меня все переживаете, потому что всё-таки вы для меня тоже, ну, очень родные люди. Я вам не чужая. Конечно, переживаю я очень за неё. Чтобы она не сделала ошибку ещё. Потому что всё-таки двое детей. Просто у тебя уж такие были. Зайки. Ничего хорошего не привело. Внезапно Наташа открыла новые подробности из жизни Алёны. Оказывается, не только первый муж Алёны, Эдуард Пьянков, но и Андрей Ковальчук, второй муж Алёны, отбывал срок за угол. Тут вот, ну, кроме вот как сказать, что вот знаете, вот есть вот мозг, да? Вот Алёнин, да? И вот примерно вот такого вот кусочка, ну вот, да, вот, вот мозг, да? И вот примерно вот такого вот кусочка просто, возможно, и нет. Не знаю, есть какой-то смысл что-то у меня комментировать? Давайте просто посмотрим, послушаем. Интересная история. Гон автомобилей. Когда посадили Эдуарда, спустя, наверное, полутора лет, я познакомилась в очередной раз с заключённым, познакомились с моим по переписке, он на тот момент тоже отбывал уже наказание. Я не могу, это просто... Мне он фотографию прислал после нашего знакомства, как раз он это в тюрьме, хоть до, и здесь такой. Ему оставалось ещё четыре месяца отбывается, это до освобождения. Это просто пиздец какой-то. Его я полюбила, я, наверное, Эдуарда, наверное, так не любила. С Андреем мы начали переписываться письмами. Смотрите, у неё все письма сохранены, я уверен, она их сидит, перечитывает. У неё, знаете, сразу же настроение поднимается от вот этих вот воспоминаний. Мне кажется, ей прям кайфово, это движет ей. Вообще не знаю, зачем про неё передачу снимать. Это будет продолжаться бесконечно. Ну, какой смысл вообще-то что-то говорить? Хочу к тебе. Так охота побыть вдвоём. И я поверила. Вау! Интересно. Дура поверила. И такие передачи возила, наверное, с такими сумками, что действительно я надрывала живот. У меня желудок, кишки, мне всё болели. Таких передач я дождалась. И Андрей освободился, условно, досрочно. Он устроился на работу, он вышел по до, он отмечался, то есть он не пил. Я считала, что это достойный нормальный человек. Мы зарегистрировали брак тоже. Вот. Свадьба наша. Денег, конечно, не было на тот момент. И как бы я купила платье, конечно, красивое. Я купила туфли, это прическу себе сделала, букет купила. То есть вот так вот. И мы просто дома потом отметились с ним. Конечно, свадьбы шикарные, у нас ничего такого не было. А потом Андрей получил полное законное освобождение. Он меня предал и ушёл к другой. Нашёл себе богатую. И всё. Мы развелись. И по итогу, конечно, его опять осудили. Его поймали сотрудники полиции на краже. Конечно, такая боль для меня была, это предательство. Андрей, я так поняла, что уже, наверное, понимал, что он со мной не будет. И хотел, наверное, воспользоваться мною, чтобы не возил эти сумки. Одевала, обувала. Когда уже это всё осознала, да, вот это вот предательство. Я понимала, что я больше ни с какими заключёнными я не буду. Слово «зех», что он сидит, всё сразу рубить. Оказывается, Андрей Даровских, за которого Алёна сейчас собирается замуж, не первый заключённый в её жизни. И даже не второй. Я думаю, что такого не повторится. Ты откуда знаешь, если он пока там, а ты здесь? Он очень добрый, он очень ранимый. Видно, они хорошие, а внутри неизвестно. Хочется есть. Вот после вот этой вот фразы, которую мы слышим уже раз сороковой. Ну, я думаю, ничего не случится, он хороший. Всё, я... Всё, меня нет. До свидания. Спасибо. Счастье, наконец-то. Чё, поедем вместе встречать его? Я очень за тебя переживаю, чтобы ты на те же грабли не наступила. Больше, конечно, мне хотелось радости, чтобы вот она была уверена в нём. Всё-таки хотелось бы такой степени поддержки, вот, чтобы она вот сказала... Так это насколько должен быть рядом с тобой ненастоящий человек, который видит то, что ты третий раз совершаешь одну и ту же п***ень? И он такой, о, круто. Да, безусловная поддержка. Настоящие друзья. The Best Friends, Forever Together, вместе мы сила. Иди об нему, выходи ещё раз. Конечно, всё будет хорошо. Ну, то, что, Алёна, я вот очень буду рада, что у вас всё будет хорошо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я уверена, что Андрей вот совсем немножко другой. У него больше плюсов. Я уверена, что он так не поступит. Ну, немножко, конечно, я не получила это, так как она, ну, прекрасно понимать, что у меня за спиной тоже очень много горького. Ну, всё не очень так сладко сходилось. После разговоров с подругами, которые в один голос запрещают Алёне снова связываться с заключёнными, девушка совсем растерялась. Ведь платье уже выбрано, а до свадьбы меньше месяца. В голове сейчас просто творится непонятно, что у меня. Как бы за спиной большой горький опыт. И сейчас всё-таки боюсь тоже потерять лишнее время. И хочу попробовать посетить гадалку, чтобы уже окончательно принять решение. Меня интересует вопрос, связанный с двумя мужчинами. Первый мужчина. Ещё и не психолог, а гадалка. Это вот на фотографии есть, где фотография. Зовут Дмитрий. Услышать имя Дмитрий никто из съёмочной группы не ожидал. Ведь Алёна должна была гадать на Андрея Дару. Зовут Дмитрий. Услышать имя Дмитрий никто из съёмочной группы не ожидал. Я тоже. Хуй Дмитрий. Ведь Алёна должна была гадать на Андрея Даровских, своего будущего мужа. А, ну с Андреем типа и так всё понятно, а там мало ли чё-то вдруг случится. Перестраховка некая, да? Если ещё Дмитрий есть. Да, ребят, включаемся. Всё хорошо. С головой всё в порядке. Молодец. Я её точно поддерживаю. Так, вас интересуют перспективы ваших отношений? Вообще, да. Так, ну давайте сейчас посмотрим. Не, там просто отсутствие мозга напрочь. Там его вообще нет. Такое ощущение, что вы либо мало знакомы, либо мало успели узнать его. Оказывается, после второго развода в жизни Алёны был ещё один мужчина. И отношения с ним всё ещё волнуют Алёна. Это Дмитрий. Ну мне так он, конечно, понравился. То есть у меня прям бабочки внутри. Мне просто сразу интересно, Дмитрий зэк, не зэк? Нет? Ну чтобы вот прям вот, прям чётко утвердить, что всё. Это просто потерянная Алёна. Вообще напрочь. Действительно. То есть у меня внутри всё вот так колотило. То есть я понимала, что я хочу с этим человеком быть. С Дмитрием Деминым Алёну познакомил друг, бывший заключённый. И я потом спрашиваю у друга своего, он вообще работает. Он говорит, он не работает. Алёна, он только вчера освободился из тюрьмы. Всё, ребят, я не знаю, что тут говорить. Абсолютная потеря. Всё, дисконнект. Между нами и океаны. Я стоп. Думаю, ну это же уже освободился. Да, это тоже точно нормальный. Алёна, ты топ, реально. Дмитрий, как потом узнала Алёна, сидел за квартирную кражу. Это, наверное, первый человек был, с которым я всё-таки познакомилась на свободе, не по переписке. Это тоже Дмитрий, это мы ходили в кинотеатр. Прошло месяцев, наверное, полтора, я узнала, что у него это не первая входка, что он сидел третий раз за воровство. Я, Артёмка и Дмитрий. Алёна, как и все женщины, очень хотела верить в чудо и настоящую любовь. Почувствовала заботу и внимание и снова поверила заключённому. Хоть в этот раз уже бывшему. Мы три раза подавали заявление в ЗАГС, и трижды на свадьбу откладывалось. То мы перед свадьбой поругаемся, то либо ещё что-то происходит. Ну, исходя из расклада... Гадалка говорит то, что Алёна и сама хорошо знает. Спустя год на свободе Дмитрий снова получил срок. Сразу, кстати, скажу, вот сейчас она строит планы на Андрея, да, у которого Чёлка, вы поняли, наш главный герой. И хотел бы подметить то, что Андрею будет очень приятно посмотреть этот выпуск «Ждуль», когда у них всё будет хорошо, ведь он другой, да, как мы уже это поняли немного ранее. Вот он увидит то, что она гадала на Андрея, это точно хорошо, это хороший знак. Я его сама посадила своими руками. Вижу, у меня на балконе вещи просто как-то летают сами по себе. И человек стоит на балконе у меня и кричит просто матом «Уходи!». Вызываю 112, то есть Дмитрий залез с первого на пятый этаж, пьяный, вот по этим белевым верёвочкам, и залез к соседям и ограбил соседей, и все воронные вещи пытался скинуть на наш балкон. И в это время заходят сотрудники полиции, то есть его скручивают, и всё, его забирают. Чел залез на соседний балкон и начал перегидывать вещи на свой балкон. Вот это афера. Это вот письмо от моего третьего... Ставьте лайк, если это самая жёсткая афера в вашей жизни. ...сопруга Димы. Не один из этих друзей Ушина, блин, охренеть. Я не знаю, как начать писать это письмо. После всех тех событий, которые случились, я очень виноват перед тобою, что оставила тебя одну с мальчишками. То есть на сегодняшний день его ещё, конечно, не осудили, суд только предстоится. Но я понимаю, что меньше двух лет ему не дадут. Я очень сильно переживала, плакала. Но и в тот момент я познакомилась с Андреем, и все вот это вот горечь, страдания у меня как-то в один минг просто ушли. И приняла решение, что уже не буду его ждать. Да, я просто заявляю, что вот каждый, кто сейчас смотрит, у вас просто прекрасная жизнь. Вы просто прекрасный человек. У вас просто всё настолько супер, насколько вы себе даже представить не можете. Просто вот, вот Алена. Напоминаю, что у неё всё хорошо. Она счастлива. Всё супер. Знаете, я узнала, что ты уходишь к другому. Для меня это было очень больно и непонятно. Я вот познакомилась с другим мужчиной. Так, этого откладываю. Зовут Андрей. Слава богу, Андрей. Просто если бы я услышал другое имя, я бы выключил. Андрей. Сколько ему лет? Ну, 30 вот будет. Желательно не сокращайте, не нарезайте точнее никак кадры. Просто пусть каждая карта выкладывается минут 40. Человек испытывает к вам привязанность. У него это перерастает в чувства. Я бы, наверное, так сказала. С этим мужчиной вы можете быть вместе. А вот корыстный человек или нет? Нет, этот человек не корыстный. Идёт брак с этим мужчиной. Возможен, скажем так, брак с этим мужчиной. Но я думаю, что это не в ближайшие месяцы. В течение года. На данный момент этот человек тоже сейчас отбывает наказание. Ну, а тюрьма видна ещё в его жизни? Потому что это у него третий срок. Сейчас она вроде... Сейчас что-то придумает, но он говорит, вроде нет. Ну, вроде как уже нет. То есть, в основном? Да. Ему нужна сильная женщина, чтобы у него в жизни всё наладилось. Вот для чего, так скажем, вы нужны в его судьбе. Он точно так же нужен в вашей. То есть, вы нужны друг другу. Я считаю, что зэки, да, это тоже те же люди. Заключённые, то есть, это что? Это только название. С одной стороны, гадалка уверена, что Андрей с Аленой будут вместе. По твоему опыту, да, действительно, это только название. Люди все хорошие были. Другой? Свадьбы в ближайшем будущем она не увидела. Это фантастический выпуск, я вам так скажу. Я не знаю, смотрел ли я что-то лучше. Вот из Ждуль точно нет. Точно не смотрел. Все письма за 8 лет. Все они мои любимые, все они мои единственные. Наша героиня Ждуля снова сомневается. Ведь Андрей будет уже четвёртым мужчиной в её жизни из мест лишения свободы. Просто интересно, ты ещё не передумала в Самару приехать? Это вообще первый муж пишет. Понятно, почему все подруги уговаривают Алену не выходить замуж за... Теперь точно понятно. ...нового возлюбленного. Все подруги, все знакомые, которые против регистрации брака, которые дают мне советы, они под одну гребёнку как бы гребут, да? То есть, значит, тот заключённый обидел, значит, этот заключённый обидел, и значит, этот обидит меня. Но... У неё, короче, знаете, типа, цель жизни — найти того, кто всё-таки не обидит, чтобы потом прийти ко всем подругам и сказать. Я ж сказала, вот мне 67, и вот нашёлся тот самый, который не смог обидеть. А вы говорили, хорошо, что я вас не слушала, дуры. Они не знают этого человека. И Алена решает искать поддержку у человека, который понимает её ситуацию, как никто другой. Дмитрий. Привет. Привет, дорогая. Ну, Вера, это моя подруга. Ой, какая ты у меня красавица. Прям гигутина, гигути. Да. Мы общаемся очень-очень давно, заочно. То есть мы с ней ни разу не виделись, а познакомились через интернет, через общие соцсети, через форумы, тюрьма, СИЗО, места лишения свободы. Вера тоже Ждуля. Её возлюбленный, тоже Андрей, отбывает наказание в Саратовской области недалеко от Энгельса. Я не удивлюсь, если тот же. Одного города Алёны. Сидит в общей сложности 7 лет за окражу и разбой. Выйдет через год. Она никогда не была полностью отрезать, да, либо полностью положительно. Она как-то давала мне такие советы, что действительно я задумывалась. Мне нужны очень срочно твои советы по поводу Андрея. С Верой я более открыта в общении, так как любую тему связанную с криминальным миром, она сможет дать мне ответ. Она взрослая, опытная женщина. Она мне годится в матери. Я ваше в краях буду. Давай встретимся. При встрече мы всё обсудим. Вообще замечательно. Обнимаю тебя. Пока. Пока-пока. Удачи. Поддержку с её стороны я смогу получить. Подруги договорились встретиться, когда Вера приедет на свидание к своему любимому. И этот день настал. Подруги познакомились на форуме для Ждуль два года назад. Но сегодня они увидятся впервые. Всё-таки Вера знакома с этой ситуацией так же близка, как и я. Я полночи, честно, я не спала. Ну и просто выпуск душевно больного человека. Просто час десять, одно и то же мусолится. Какой кошмар. Я переживала. Я не знала, как она отреагирует. Как наша встреча вообще произойдёт. И когда я уже подходила, у меня ручки тряслись мои. Аллёнка. Привет. Привет, а я хорошая. Я стараюсь, Алина. Вера Михайловна меня зовут. Я тоже заочница. Приехала я с Татарстана, город Лениногорск. Мне очень много лет. Это 147. Дети взрослые. Дочка в Самаре. Трое детей у неё. Сын-жена тоже 24 года. Сын-жена. Я прожила с мужем 15 лет в законном браке. Я в разводе 17 лет. Я осталась с детьми. Я себе дала слово, что я их выращиваю, женю. Замуж тогда, тогда свою жизнь буду. И я это сделала. Моя личная жизнь – это мой арестант Андрей Трофимов. Познакомились тоже в интернете. Мы с ним уже 7 лет. Периодически он всегда уезжает в командировку. Это называется тюрьма. На этот раз он находится здесь, в Саратовской области. Правда, с особого режима. Он полгода назад вышел на ПТР. Это принудительные работы. Мы идём на путь исправления. Вот я его хочу вытащить. Вот моя любовь. Без меня он никуда. Меня и дурой называли. Ой, сколько я за 7 лет слышала. Но любовь ничем не убьёшь. Ой, ну я не жалею тебя увидела, Господи. Вам было только к тебе разговорам. Пирка. Вы не поверите, мы с ней как родные. Вот я про её жизнь. Мы как раз таки верим. У меня даже сомнений не было, если честно. Я вот сейчас послушал вашу историю. Супер. Я знаю, двое детишек. Она молоденькая девчонка. Ну с такой судьбой. Прям жёстко. Мне её так жалко. Хочется этому детёжу чем-то помочь. У меня очень много новостей, о которых ты будешь просто в шоке. В шоке я буду? В шоке будешь. А если я чем-то недовольна буду? Будешь довольна. Буду, да? Будешь. Да ладно. Ты мне самая-самая дорогая. Я её очень сильно ждала. Для меня её совет очень важный. Человек этот очень хочет, чтобы у меня всё было хорошо. Всё взяло. У меня очень много чего. Что именно? Я же, ты помнишь, говоря, что с Андреем познакомилась. Ага. Он же мне предложил на селёнку поехать. А что, ездила? Ездила. И чё? Ты его буду. И чё нам кайф? Вера, не поверишь. Андрей, конечно, просто сходу сразу же садится на колени и говорит, Алена, ходи за меня замуж. ух ты ну ладно подождите тут старейшина можно сказать магистр йода своего рода давайте послушаем потому что действительно может быть нормальный ответ сколько вы общаетесь с ним сейчас сейчас она вычисления некоторые проведет секунду но практически скоро уже полгода будет ты считаешь что он твой мужчина я считаю да для меня что удивительно смотрите даже не безусловная поддержка сначала некоторое количество вопросов конечно же залетает в кабину так как бы взять мои до предыдущие браки я да это паровозом было всю жизнь который я все тянула сама а здесь опускаем и мало общаемся да то есть как бы по этим таксофоном по этим письмам но то понравилось зацепила в нем элементарно даже заботу получаю я чувствую мне сердце бьется когда даже я готовлюсь к свиданке да здесь мне хочется что-то вкусно ему приготовить мне хочется как-то его удивить мало времени прошло чтобы вот замуж позвать тебе чем мало этих мужей я бы сейчас сказал по-русски но нельзя пипи бы было везде ты обратно возвращаешься в эту я как мать бы тебе сказала не торопись ради бога не тропись чисто удивлен тому что вот так вот повернулась все разговоре я был уверен сейчас будет такой типа нормально нормально сама через это прихопает сама через это все проходила хотел сказать все ребят пока взгляда у тебя было такое любовь с первого взгляда которую ты готова была все бросить вот есть есть она на на семь лет но я замуж не выхожу ты что я не я бабочка непростая просто так меня хрен вызовешь замуж когда захочу тогда и вы значит убить это останавливать до сих пор же не уверена зачем нет не в уверенности а для чего этот штамм я семь лет с ним я не дура я замуж не выхожу я там уже было извините у меня проверенная годами любовь я так скажу земле ты ездишь и тут я никуда не езжу я к нему не ездила на зону я сказал выкручивайся как хочешь единое исправление и он через год он вышел у меня на принудительные работы он у меня на свободе я уже в эту гостиницу езжу как домой а в тюрьму я никогда не ездила для чего хочешь расписаться для чего такая там просто во взгляде знаете стекло просто пустота красивая молодая чтобы быть замужем мне хочется одеть белое платье все таки мне хочется одеть фото где я буду такая красивая туфель как это у меня оденет кольцо на руку да потому что у меня этого не было никогда мне этого не было ни с первым мужем не со вторым не с третьим не не с каким у меня этого не было и когда есть такая возможность я считаю что надо брать я тоже по-моему согласен нужно рано мне кажется все таки включите голову надо двое детей я одно и то же тяжело но наши дети ну чужим не нужно чужим дядя не торопись это у тебя не первый то что там с дурной башкой мы всунулись вот в эту романтику заказку все чтобы ты конкретно чтобы ты уже на этот раз не ошиблась но ты меня значит не благословляешь да ну извини не могу я по-другому мне хочется чтобы девчонки было 6 мне не с кем даже вот ну вот из моих подруг да с которым я вот общаюсь каждый день до тесно это они меня никто не поддерживает в плане даже в этих отношениях не то чтобы свадьба даже в этих отношениях не но если не поддерживает уже совсем никто и даже человек рядом с тобой сидящий который ждет семь лет зэка если вот даже вот она не поддерживает наверное можно да вот хотя бы на вот на чуть-чуть вот настолько хотя бы задуматься а может быть уже бесполезную информацию сейчас говорю какая разница так как они боятся что опять это заключенный опять это тюрьма опять эти поездки когда ты здесь любимым ты каждый день видишься да вы можете и погулять и остается с ночевкой а здесь а любовь на расстоянии я пришла к чему сейчас вот ты рассказываешь тебе нравится вот эта романтика ты не да это как фетиш просто какой-то типа о главное чтобы зона было все остальное уже меня не интересует абсолютно хочешь это менять или наверное да не тяжело наверное наши вот это женщина у нас вместо психолога сегодня пока все идет отлично это просто самый лучший сеанс за эти час десять с этой романтикой да вот вот с этой за колючкой любовь до запрет на любовь как она говорится это 11 лет и тяжело все-таки перестроиться поэтому тебя и тянет к этому возможно как относится мама к этому маму конечно к сожалению я пока стараюсь не говорить я еще боюсь этого все равно матери придется придется конечно это да у тебя три вот таких и я просто ее понимаю четыре таких но тебе с ней надо все-таки посоветоваться мама полюбовно должна это узнать нужно взвешить все что за а что действительно нужно все это взвешить просто когда ты начинаешь взвешивать ты видишь просто в голове да там какие-то плюсы-минусы и все против полный ответ да и полное свое решение я смогу это сказать и озвучить после общения с моими близкими родственниками алена звонит маме чтобы рассказать о скором замужестве и о своем возлюбленном который отбывает срок начиная отношения она не решилась сказать ей правду сегодня она попробует еще раз мам а ты меня любишь а а ты со мной будешь определенно давай маршрутки пока ма блин вот это разговор вот и отношения у алены с мамой сложные в детстве нашу героиню обижал отчим и девушка вынуждена была убегать из дома алена выросла но обиды на маму осталось у нас были что мы могли не общаться и полгода мы не общаться и три-четыре месяца я могу забыть что у меня есть мама у алены было много советчиков и все они против брака с андреем заключенным уже четвертом жизни но алены верит возлюбленным и веришь тоже в этот раз наконец-то будет счастлива с этими светлыми мыслями она собирается на свидание осталось считанные часы до нашей встречи красивой с прической все будет модно и да самый самый красивый заранее все подготовил сумку 7 пакетов поменьше будет пакетов была в свадебном салоне платье очень красиво даже ты просто не представляешь андреев костюм купили купили ла ему рубашку галстук ему купила по мере это размер его брюк туфли размер посмотрю и уже потом ближе к свадьбе куплю брюки ему кольца уже купили до кольца уже купили к свадьбе алена готовится тоже заочно узнала у возлюбленного размера одежда и даже кольца и купила в магазине сама осталось только выйти замуж и все думаю все будет хорошо мы тоже нет ничего не имеется ничего только два оператора со мной с огромными камерами и звуковик предпреждаю вас административно и ответственность за право запрещенных предметов при себе запрещенные предметы имеете нет не имеется содержимый карман как будто вот подкаст сейчас будем какой-то смотреть прикольный я уже и влево и вправо посмотрела когда такое помещение знаете винтаж такой все-таки он зайдет открывается дверь и у меня все дыхание замерло в этот момент прям от макушек до 5 ваш в дрожь все берет настолько берет дрожь что когда гадалки пришла сначала спросила как там у нас дмитрием будет нормально и нормально поэтому я представляю дрожь бешеная обнял поцеловал все больше ничего не надо все как дела нормально у тебя как-то нужно внутри все закипело понимаешь что она рядом че цена рыбок сможет на рыбке пришел смотреть нет на тебя пришел смотреть почему на таком и смотрит на рыбку не угораем на загорят аж домой хочет конечно как и нормальный любой человек там где этим к своим потому что это не жизнь конечно а сказка на лице сюрприз внутри если свадебный салон сначала самое дешевое платье покажу эмоции у андрюхи просто бешеные отчитывал те что показывай все это самое дорогое вообще ни о чем ну красивый красивый твоя зарплата моя зарплата вот этот и большой возьмем все-таки как я хотела на война освобождение готовься условно досрочно получим будет все хорошо андрей прислала я уже честно как будто в турке каждый раз когда я слышу вот это будет все хорошо меня просто понижается айкью на пять пунктов на счет вообще в голове ничего нет уже я просто вот вижу этот диван в точечку у меня из-за этого глаза куда под гипнозом все я больше еда я даже даже не слушаю ли они письмо в котором сообщил что скоро будет суд по итогам которого он может получить досрочное освобождение и выйти раньше чем через год и восемь месяцев тогда свадьбу можно будет сыграть на свободе у меня уже был суд когда позавчера я думаю все получилось да по его лицу видно что именно получилось ах все получилось а его отпустят меня не отпустили ну и пока не отпустит не отпустили не почему ну были изолятор в изолятор заключенного отправляет за нарушение режима колонии чем чаще тем меньше шансов выйти досрочно андрей несколько раз попадал туда за драки алена об этом ничего не знала но это тоже фигня я думаю что на самом деле все возможно возможно он и хороший человек даже находясь там должна быть цель это соблюдать режим соблюдать порядок работать и стремиться быть условно-досрочно для него и получается что символа не было я отказала нормально андрюх разрывная как говорится чем делать все к лучшему конечно сто процент конечно к лучшему год и восемь сидеть еще к лучшему аленка ты попробуй найти просто вот похожего только у которого срок поменьше 32 месяца если осталось вообще мне кажется песня будет нет да понятно я просто даже не могла ему глаза смотреть так чуть-чуть осталось потерпеть еще у нас заканчивалось короткое свидание прошу вас посадить со мной ну все давай пока андрей очень ждет решение алены он знает что у нее за спиной отношения с тремя заключенными но надеется что алена снова готова довериться и все-таки выйдет за него замуж в колонии ну я надеюсь ален примет решение и там буквально через месяц приедет и мы сыграем свадьбу все будет хорошо дождется давай андрюх удачи красава нормально как те рыбки какие интересные еще смогут быть мысли в голове учитывая то как она рассуждает живет вот как думаете что о чем она думает алене равкович 27 лет и последние 8 лет она жду ли все ее бывшие мужья 2 официальных и один гражданский сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы недавно есть сделал предложение андрей он отбывает срок за грабеж выйдет почти через два года а до свадьбы меньше месяца ален я так благодарен судьбе что она нас вела я теперь только и молю бога чтобы быстрее выйти и быть с тобой это письмо андрей прислал алене уже после свидания андрей я просто думал мало ли опять спутал от кого-то другого он надеется что алена все-таки выйдет за него замуж в колонии и пишет не лишай меня надежды пожалуйста пиши мне далее как наверно в повторный шанс да потому что в другой раз я как бы хотела строить свою жизнь совсем по-другому так продай квартиру езжай в египет попробую начать новую жизнь фургаде это вообще не каждый раз это дается еще ему не дала ответ потому что мне бы есть очень много мысли что ему написать но когда начинает только писать у меня какой-то страх появляется без ними очень много придавали очень много разочаровывалась мужчинах поэтому я люблю судить человека не по словам а по поступкам при каждом моем горьком опыте страдала не только я на страдали мои дети и в очередной раз который кстати называет андрея папой напоминаю вдруг кто забыл теперь вы помните вас разбивать детям сердце я уже боюсь не думает на не последнее письмо который еще от него получу я думаю что еще будет очень-очень много писем хорошие прогнозы займусь собой займусь детьми это если это правда то это было бы здорово с трудом конечно верится учитывая что четыре раза подряд в одни эти на одни и те же грабли но дай бог классно у нее все классно всегда все супер ну что ребят тут сказать я все сказал это просто какой-то выпуске теперь какой-то нагруженный сижу это просто кошмар какой-то я ну хуже я не видел еще ничего официально это заявляю потому что это рекорд это самый настоящий рекорд все пишите как вам отвечайте на вопросы которые задавал ранее напишите что думаете по поводу алены и всех благ вам алене просто желаю здоровья крепкого и шоп голова начала работать это будет просто просто здорово хотя бы ради детей с вами был евгений макаренко я вас влюбленная мая очень сильно ценю встретимся уже ту морроу а тому роду что правильно ребята завтра пока пойду зайчики какой-нибудь можно пишу появилось желание такое давайте давайте пока 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 да и осталось есть всего четыре года но дождусь ее пока ролики на снимаю запасом давайте пока удачи спасибо за просмотр пока